МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Простите директора по практикам и взаимодействию с работодателями. Андрей Анатольевич, приветствую. Добрый день, друзья. Не привычно вас одного, на самом деле, видеть. Обычно либо Денис Карлович к вам приходит, либо коллеги с кафедр. Ну, сегодня один на один поговорим. Как дела в приемной компании? Что там в двойке сейчас творится? Я на днях забегал суета там прям конкретная. Да, действительно. Вот приемная компания этого года перешагнула свой экватор. И скоро будет ряд ключевых дат, когда нашим абитуриентам необходимо будет принимать окончательное решение. Это скоро 25 июля окончания приема документов. Затем 3 июля, когда все должны окончательно определиться и принести оригинал аттестата в тот вуз, который они выбрали. Ну, мы надеемся, что это институт диалоги и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Скоро действительно приемная компания закончится, и вот-вот уже все на пороге решения. И если сегодня будут какие-то вопросы, которые сейчас остались у ребят, с удовольствием на них ответим, посвятим все темы, которые еще не исчезнут. Вопросы остались, и эти вопросы мы на протяжении двух дней вчера и сегодня собирали. Первый звучит следующим образом. Здравствуйте. Подала документы на геологию после колледжа. Какие вступительные испытания, когда мне нужно будет писать? Здесь ситуация следующая. Если вы после колледжа, то вы поступаете в Казанский университет по внутренним испытаниям. И документы вы подали до 15 июля. Экзамены проходят у нас с 18 по 25 июля. Внутренние испытания. Например, сегодня был экзамен по математике и экзамен по общей геологии. Также был экзамен по основам нефтегазового дела. Наверное, с учетом того, что экзамены уже начались, самое важное в ответе на этот вопрос сказать, что если вы какой-то экзамен не успели сдать, то предусмотрен резервный день. Это 25 июля с 9 до 14 часов дня. Чтобы вы имели возможность сдавать экзамен в резервный день, вам надо написать заявление в приемную комиссию. Естественно, ехать не надо. Вы можете на сайте скачать бланк этого заявления, его заполнить, отсканировать, сфотографировать и отправить на почту прием собака.кпфу.ру Следующий вопрос. Я еще успеваю подать документ на бюджетную форму обучения. И обязательно ли нужно сдавать оригинал документа? Я вижу в вопросе две составляющих, и давайте я вот так и отвечу. Первое – это да, вы успеваете. Вы еще до 25 июля можете подать документы на бюджетную форму обучения, если вы поступаете по результатам ЕГЭ. Вот здесь единственное уточнение. Потому что внутренние испытания или дополнительные испытания, экзамены, они уже либо прошли, либо сейчас проходят. Но если вы поступаете по результатам ЕГЭ, то, конечно же, вы еще успеваете подать документы. Но время остается все меньше и меньше. И вторая часть вопроса – обязательно ли приводить оригинал аттестата? Вообще говоря, по правилам нынешней приемной кампании оригинал аттестата вы должны предоставить до 12 часов дня 3 августа. Но это крайний срок. И до него затягивать не надо. Поэтому мы с вами встречаемся сегодня. Встречались до этого. Мы открыты по телефонам наших горячих линий, по мессенджерам в социальных сетях, открыты для консультаций, если у кого-то есть какие-то вот еще вопросы, чтобы уточнить свой выбор. Но, в принципе, конкурсная ситуация с учетом баллов ЕГЭ этого года, она примерно будет такой же, как в прошлом году, вот по нашим оценкам, вероятностам. Поэтому, если вы по баллам ЕГЭ достигли, я говорю про институт геологии и нефтегазовых технологий, если вы достигли средних баллов прошлого года, я думаю, что вы можете нести аттестат, фиксировать свой выбор и уже ждать появления конкурсных списков. Двигаемся дальше. Сколько мест на контракте на нефтегазовом деле и геологии? На геологии на контракте 20 мест, на нефтегазовом деле 30 мест, если говорить о программах бакалавриата. На программах министратуры там чуть меньше, порядка 20 контрактных мест. Хочу проконсультироваться по поводу поступления. Я подавал заявление в институт геологии и нефтегазовых технологий, специальность геология, профиль инженерной геологии, гидрогеология, бакалавриат. Распределение внутри факультета геологии идет сразу или же на старших курсах? Хороший вопрос. С прошлого года мы принимаем на направление, на направлении геология. А внутри вот все профили, вы сейчас говорили про профиль инженерной геологии, гидрогеологии, но там есть еще профиль, который совпадает с названием направления, это профиль геология, профиль геофизика и профиль геология и освоение месторождений нефти и газа. Так вот, вы поступаете все на направлении геология и после полутора лет обучения, то есть на втором курсе, вы выбираете уже профиль подготовки, выбираете самостоятельно. Подскажите, есть ли у вас программа на новый учебный сезон с датами проведения курсов повышения квалификации по направлению геология? Да, конечно же. Но этот вопрос, скорее всего, волнует не совсем абитуриентов, а я бы сказал, скорее всего, их родителей и действующих специалистов в части геологии, нефтегазового дела, геологов, нефтяников. Эта программа у нас формируется за год. Она, разумеется, есть. И ее можно найти на сайте, который называется CDO-гео. Если вы CDO-гео наберете, вы попадете однозначно на YouTube-канал, а там выйдете на сайт. Даже вот эта программа есть, она, конечно же, формируется за один год. И даже более того, вот здесь можно сказать, что это программа дополнительного образования в части повышения квалификации. Однако, поступив к нам в институт диалогии, вы можете в нашем центре дополнительного образования получить еще одну специальность, то есть еще один диплом дополнительный к высшему. Допустим, вы учитесь, поступили на геологию, а диплом дополнительный к высшему, можете обучиться параллельно здесь, нефтегазовым делом. Можете обучиться, скажем, параллельно получить квалификацию переводчика в сфере профессиональной коммуникации. Ну, еще вот ряд-ряд программ. Что же, все вопросы у нас подошли к концу, но время еще есть. Есть ли что-то добавить? Да, конечно же. Сегодня один из важных дней, сегодня 21 июля. Соответственно, 4 дня у нас остается до окончания приема документов и еще с 25 до 3 до окончательного, собственно, выбора вами специальности, направления, дорогие наши абитуриенты. Вам важно сделать в жизни правильный выбор. Вы выбираете старт своей будущей профессиональной карьеры. Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета для вас открыт. У нас направление геологии, 4 профиля подготовки, направление нефтегазовое дело. Это очень интересное направление. Мы приглашаем вас получить у нас качественное образование и стать геологом-нефтяником, геологом-поисковиком, геофизиком. Это очень интересная специальность, связанная как с работой в городе, в офисе, так с работой в экспедициях. Вот здесь широкий формат. Как вы выберете? Вот можно выбрать трек развития в городе, то есть работать в компаниях, которые, скажем, расположены в городской среде, вот как обычный наш быт. Либо выбрать компанию, которая осуществляет поисковые работы, ездить в экспедиции, в поля ездить. Вы можете выбрать карьеру ученого. Научный трек. После бакалавриата, после магистратуры, затем в аспирантуру. И ведь, надо сказать, у нас сейчас в институте лаборатории очень высокого уровня. Они поиск, конечно, не мирового уровня. То есть у нас очень-очень хорошее оборудование. Это в части вот нефтегазового дела. Мы входим в топ-50 вузов мирового рейтинга КУЭС. Это очень уважаемый рейтинг. И ваши возможности вместе с нами очень высоки. И мы всех вас приглашаем в Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Столько времени прошло, столько сил уже потрачено на приемную кампанию. Сами чего ждете от нового учебного года? Вот кто к вам придет? Может быть, уже видите этих людей? Видите какие-то, может, у них задумки новые на новые свершения, на новые открытия? Да, действительно. Мы ждем инициативных, неравнодушных молодых людей, которые придут и помогут нам, я вот не побоюсь так сказать, строить будущее, создавать будущее вместе с нами. Двигать и научные проекты вперед, и производство, индустрию нашей страны вперед. То есть мы ждем людей с горящими глазами, неравнодушных, желающих изменить мир к лучшему и сделать это вместе с нами. Самого себя еще сделать успешным и счастливым. Да, конечно же. Видите, вы уже тоже. Спасибо. Это действительно наш лозунг, сделать из вас успешных и счастливых людей, потому что если вы станете такими, вы будете любить свою профессию, любить свою работу, у вас будет удовлетворительная жизнь, то есть вы будете довольны жизнью, и у вас все получится. Вместе с нами в стенах института геологии и нефтегазовых технологий. Небольшой сегодня эфир у нас получился. Все вопросы у нас были заданы. Но это и преимущество, скажем так, технической специальности, то, что мы не расплываемся по вопросам конкретно, четко, понятно, чтобы других вопросов не возникало. Спасибо. Вам большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Желаем успешно добить уже приемную кампанию, немножко все-таки лето прочувствовать, отдохнуть, и с 1 сентября, так сказать, в бой. Вместе с нашими новыми студентами. Учить новое поколение геологов, нефтяников и так далее по списку. Еще раз большое спасибо. Спасибо. От себя, лично уважаемые абитуриенты, пожелаю вам успехов в приемной кампании, удачно вам всем сдать внутренние испытания. Выбирайте быстрее, времени остается совсем немного, и тоже присоединяйтесь к Андрею Анатольевичу, прочувствуйте ответ хотя бы один месяц, но все-таки передохнуть, переключиться на новый учебный год, но нужно. Это был КФУЛайф для Института геологии и нефтегазовых технологий. На этом все. Наша программа в этом сезоне завершает свою работу. Большое спасибо, что нас смотрели. Будут вопросы, пишите к нам в группу ВКонтакте Казанского федерального университета. Оперативно на все вопросы вам ответят. Счастливо, хорошего лета, хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok